Всем привет! Сегодня у нас обзор телефона Samsung Galaxy A50. Уже была его распаковка, теперь подробнее остановимся на самом устройстве. Итак, быстренько пробежимся по содержанию коробки, кто еще не смотрел прошлое видео. В ней лежит провод USB, если подключить к вилке, то тогда это уже будет быстрая зарядка Type-C, называется. В коробке есть вот такой вот крючочек, и это плюс, потому что, чтобы достать сим-карту или карту памяти, достаточно крючочком открыть край телефона и не обязательно полностью открывать его крышку, которая, кстати, и не открывается. Также в комплекте есть вот такие вот наушнички. И на них специальная кнопочка, для того, чтобы можно было ставить на паузу, не прикасаясь к телефону. На моем Samsung Galaxy A50 уже стоит защитный чехол. Обычный, самый простенький защитный чехол Ace Line. Прозрачный. Делан в Китае. Дальше мы посмотрим сам телефон. Итак, в нашем телефоне была вот такая вот бумажка, на которой написаны самые лучшие характеристики его. Он произведен в 2019 году. Очень классный телефон. У него тройная AL-камера. То есть, камера вот такая вот. Внизу фонарик. Три камеры. Одна с большим углом обзора. Вторая с хорошей четкостью. И третья тоже с какими-то своими плюсами. Там каждая служит для отдельного. Вот так вот все отражается очень красиво на синем фоне. Чехол обычный, прозрачный. Смотрим дальше. Также у него есть аккумулятор на 4000 мАч. Это очень хороший аккумулятор. И также сканер отпечатков встроен в экран. Это удобнее, чем сзади его где-то искать. Включаем сам телефон. В самом телефоне, но через камеру не передается. Но такие очень красивые цвета. Здесь вот. Вот так открывается, получается, верхнее меню. А чтобы открыть меню просто, которое в телефоне, надо вот так смахнуть. Ну, то есть у меня тут уже много игр. В нем много памяти. От 64 до 128 гигабайтов. Плюс карты памяти до 500 гигабайтов. Но я думаю, что вы такую карту памяти нигде не найдете. Это надо очень постараться. Такие очень насыщенные цвета. Из плюсов также здесь есть. Фильтр синего. То есть телефон вот такой белый или более желтый становится. Когда включаешь фильтр синего, то это как бы менее напрягает глаза. Здесь быстрая зарядка. Заряжается буквально за полчаса телефон. Также мы можем включить фонарик. Вот так вот красиво светится весь ободок телефона. А ночью еще красивее. Вот. Также если скачать приложение Flash on Call, то можно на звонке. Очень красиво. Чтобы это все смотрелось. Так. Из дополнительных функций. Тут яркость. Можно очень ярко сделать. То есть вот. А можно сделать вообще маленькую, что ничего не будет видно. То есть для того, чтобы ночью, например, пользоваться. Если не спится. И так, самая приятная функция в этом телефоне, это то, что сначала, когда не в полноэкранном режиме смотришь, то выглядит все вот так. А можно сделать полноэкранный режим и вообще почти не будет полей. Здесь просто еще само видео обрезано. Динамик здесь тоже достаточно хороший. А вот что произойдет. Но это, конечно, с помощью приложения Flash on Call. И получится только при этом чехле. И при таком телефоне и фонарике. Вот что будет, если позвонить. Звоним. То есть вот так вот подсвечивается и мигает вспышка. Можно изменять скорость мигания и разницу во времени между вспышками. Также на телефоне очень хорошая камера. И фронтальная, и обычная. Можно снимать просто вот так. А можно сделать больше угол обзора. И то есть, можно больше вещей заснять, подходя ближе. Тут есть всякие разные. Живой фокус. Например, фокусируется на одном предмете. А все остальное размывается. Панорама, про, видеозапись, замедленная съемка, гиперлапс. Здесь есть еще две интересные функции. Это гейм-лаунчер и биксби. Биксби – это когда вот так сдвигаешь. И здесь можешь посмотреть, что хочешь. То есть вот, например, гифи. Здесь всякие интересные видеоролики. Ютуб и так далее. Что предлагает телефон? То есть, если ты смотришь много там какие-то каналы, то он тебе их и предлагает. Также есть гейм-лаунчер. Он может блокировать игру и во время игры делать какие-то уведомления или звонить. Но это уже надо регистрироваться, когда заходишь в какую-нибудь любую игру. Можно также игры включать на полноэкранный режим, можно нет. Но в полноэкранном режиме лучше все смотрится. На этом телефоне также стоит защитное стекло, но у него черные рамки, поэтому его незаметно. Подведем итоги. Телефон работает отлично. Камера хорошая. Аккумулятор долго держит зарядку. Заряжается всего за полчаса. Все вызовы принимают, все игры тянет. Вот, например, у меня здесь скачаны игры. FIFA Mobile, PUBG Mobile, Real Racing 3 и еще много других очень таких больших и сильных игр. И все их он тянет. Ну, также здесь много приложений. Памяти хватает на все. Цвета хорошие. Так что всем рекомендую этот телефон. Если о чем-то забыл рассказать, извините. Можете написать об этом в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok